Всем привет дорогие друзья, перед вами экшн камера DJI Osmo Action 1, уже вышла вторая версия, это вот первая версия, она не перестает быть актуальной за свои цены, порядка 20 тысяч рублей. Многие задаются вопросом, а как подключить внешний микрофон и можно ли вообще это сделать? Почему, зачем вообще подключать? Здесь имеется штатный микрофон, но проблема в том, что никак он не устойчив к ветру. Небольшой ветер, все задувает, ничего не слышно. Также, если у вас включено активное шумоподавление, то там тоже слышно так себе, да, одно бульканье. Вот, поэтому необходимо подключать какой-то микрофончик с поролоновой, либо с меховой ветрозащиты, и в принципе к этой камере это можно сделать без проблем. Значит, что необходимо сделать? Для начала заказать на Алиэкспрессе, либо еще где-то, вот такой вот адаптер. Их бывает несколько разных видов, но вот самые популярные это вот такого формата. Это есть, значит, Цунова, Осмо Экшн Долл, и есть Убои. Я ссылки на все товары обязательно скину, значит, вниз в описании. Ну и давайте посмотрим, что они из себя представляют. Что он из себя представляет? У нас идет такая вот коробочка, здесь специально написано для Осмо Экшн. Вот, нарисовано Осмо Экшн, этот переходничок. Открываем, здесь у нас такой вот адаптер, такой вот переходничок. Все элитно упаковано, бренд Цунова. Также он идет под некими там названиями ноунеймов, просто адаптер. Вот, стоит такая штука недешево. Порядка тысячи российских рублей и представляет из себя такую штуку. Причем на самой вот этой вот штуковине, на самом адаптере вообще никаких опознавательных знаков. То есть, это просто дичайший ноунейм. Боя, говорят, выглядит более эффектно. Боя стоит в разъеме намного лучше, но она идет наоборот. То есть, здесь, вот здесь вот получается подключается Jack 3.5 микрофон. Сюда порт Type-C подключается зарядка. Там идет наоборот, местами они поменены. Так вот, что мы делаем дальше? После этого мы от экшн-камеры снимаем вот эту вот дверцу, которая защищает. Снимая ее, вы сразу теряетесь. Пыль и влага защиты ни в коем случае не стоит с отстегнутой дверцей лезть куда-то в воду, под дождь и так далее. Вот, берем мы этот адаптер и просто-напросто вставляем в разъем Type-C. Все, он у нас установлен, но держится это все, скажу так себе. То есть, использовать в качестве именно экшн-камеры, закрепив ее где-то на груди, закрепив еще где-то, блин, ну я не знаю, мне кажется опасно. То есть, при каком-то ударе у вас просто порт вылетит вместе с этим адаптером. И, к слову сказать, отлично сочетается и со штатным адаптером, и с вот такой вот, например, клеточкой, на которой есть башмаки для крепления микрофона. И со штатной вот этой вот клеточкой. То есть, он вставляется через нее, все в порядке, все достает, все работает. Просто я вам сейчас показываю, как это будет работать. Подключается таким образом, ну и маленький микрофон, любой микрофон, можно радиосистему, можно обычную петличку, можно вот такой вот на гусиной лапке, можно боевский. Все работает прекрасно, не обязательно там, чтобы он был с элементом питания. То есть, камера подает, значит, фантомное питание. Но мы это все дело подключаем. К слову сказать, лучше, наверное, подключить вначале микрофон, а потом включить адаптер. Ну и все. Когда мы включаем камеру, можно, в принципе, это делать на горячую. Так, я сейчас покажу. Крышкой закрою, чтобы было более отчетливо и видно. И обратите внимание, что у нас вот здесь появилась пиктограммка, так, назад, пиктограммка микрофона. Она вот так вот прыгает, то есть, тем самым показывая, что у нас микрофон работает, и вот слышно, видно. Но здесь микрофон поделен всего лишь на три части, и вот мы, соответственно, вот видим интенсивность разговора. Тихо-громко. То есть, если тишина, то одно. Если, как бы, среднее, два. И вот громко три, но, опять же, перегруз, он не показывает. То есть, было бы прикольно, если был бы перегруз, все три деления, он бы загорался там красненьким, желтеньким, зелененьким. Как это обычно сделано на других камерах. И как только мы с вами отцепляем, значит, наш адаптер, у нас исчезает. То есть, это никакой не читерский метод, то есть, это все заводом-изготовителем рассчитано. И вот я подключаю, и у нас появляется микрофончик. То есть, все это дело вот так вот работает. Но, повторюсь, что в разъеме это держится прям так себе. Вот так вот это все выглядит. Вот, если у вас стоит клетка, с клеткой чуточку получше, но все равно, все равно, вот, как себе, как сказать, менее это вот безопасно. Я вот такие конструкции не люблю, поэтому я рекомендую сделать что? Если вы используете экшн-камеру в качестве съемки влога, например, то соберите некий сет. Я вот заказал одну интересную селфи-палку, я на нее обзор потом сделал. Ну, вот, например, вот селфи-палка. Я вижу такую вот клетку, которая есть горячий башмак. На нее мы все собираем и держимся только за палку. То есть, чтобы не было у нас воздействия на адаптер и прочее. То есть, например, если вы цепляете на грудь, на голову, еще куда-то, то при каком-то движении рукой, головой, еще чего-то, эта штука может просто выбить разъем, и он скажет вам до свидания. И да, здесь можно использовать одновременно и заряжать, и микрофон. Ничего, как бы, плохого в этом плане не случится. То есть, вот таким вот образом у нас без всяких проблем к этой камере можно подключить любой абсолютно микрофон. Повторюсь, петличка, радиопетличка, какая-то вот пушечка, да. Без проблем все это дело работает, все работает отлично. Никаких особых дополнительных настроек делать не надо. Камера сама все делает. То есть, если у вас тихо, она, как бы, уровень опускает. Если у вас что-то громко, она уровень подымает. Но, опять же, в некоторых ситуациях надо быть готовым к перегрузу. В некоторых случаях, например, с радиосистемой от компании Боя, если очень сильно громко говорить, то получается довольно дикий перегруз. Поэтому, если вы хотите подключить внешний микрофон, то покупайте такую штуку. Тем самым у вас получается внешний микрофон, подключается любой, и плюс одновременно может работать зарядка. Такой вот адаптер. Кто что думает, пишите вниз в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!